Всем доброе утро! Прогноз погоды на сегодня прохладно, но не так ветрено, как вчера. На море есть показания шторма небольшого. Вижу шапки белые, но, мне кажется, он стихнет попозже. Хотя, в принципе, так как мы на пляж не пойдем, мне как бы по барабану, мне главное, знаете, чтобы завтра было тепло и хорошо. У нас завтра мероприятие насечается кое-какое, поэтому желательно, чтобы была погода хорошая. А так, не на что жаловаться. Ну, кроме того, что почти конец мая, а мы с длинным рукавом и в джинсах. Так все замечательно! Чарли бегает, что еще надо? Клиенточки сейчас мои придут. Только домой зашла. Чуть в тапках не выехала рабочих. Такая вышла. Ой, блин. Носки и сланцы. Вообще, так все носят. В общем, вышла на улицу, уже закрыла парикмахерскую, выхожу такая, думаю, блин, что-то мне как-то удобно так прям. А я в тапках рабочих. Вообще пипец. Я сегодня одна ем дома, поэтому разогрею себе, наверное, что вчера ела. треску с томатами. У меня целая тарелка тут, тарелище. Доедать надо все. И все без картошки, без всего, прям так, как есть. Я вчера, смотрите, испекла бисквит. Но это у меня отвалилось. Я тоже на дикоростен перевернула его, чтобы не было вот такой шапки. Это я тоже уже попробовала. Очень вкусный бисквит морковный вообще. Я уже разрезала его. Осталось, в общем, туда только крем засунуть. Ой, крем засунуть. Крем сделаю из маскарпоне. А сверху полью вот такой вот шоколадом. Он разогревается в микроволновке и поливается. Посмотрим. Я такой еще ни разу не брала. У меня подруга брала. Она говорит, у нее хорошо получилось. Так что, вот такой у меня вкусняшка на завтра будет. Я его на две части разрезала. Одну часть повезу, а вторую часть родственникам отдам. Вот. Чтобы всем поровну было. Я почти всегда так делаю. Но если что-то делаю, то сладкое, чтобы себе не жрать, я отдаю. Смотрю, цветы не завяли у меня. Там надо их полить. Так как ветер, я туда почти не хожу на балкон, чтобы не сносили. А я вот, кстати, оторвала. Сейчас покажу. Оторвала вот эти вот части от этого цветка и посадила вот сюда. Пускай растет тоже. Смотрите, какое дерево-то, а. Дерево-то какое у меня. Офигенное. Видите, смотрите, что творится. Улетаю. И листья тут, и вообще все пипец. Все в квартиру несется. Бля. Смотрите уже, смотрите, что натворилось. Розы. Розовые розы. В общем, вот такие вот у нас планы на обед и быстрее потом на работу. Розовое водо. Розовое спор 귀여ление. Офигенное маршрунfyllение. Розовое�еление. Ирина лизачка. Анастас이�病та. Розовое скрицание. Он посмотрел в виде страinski. Розовое крепкоеitanство. Розовое имя. Пространство. Этрон изого. Розовое, amенья. Розовое. Розовое. Розовое! Розовое кино. Я, по-моему, отработала уже. Ой, у нас сейчас на площади одна племянница приехала, которая на Тенерифе живет, на Канарских островах. Она, правда, завтра уже уезжает. И вот я прохожу, и они там сидят, кушают на площади. Я с ними поболтала, естественно, клиентки ко мне пришли. Ой, а мне сегодня клиентки задарили. Одна принесла журналы, а еще одна принесла, смотрите, не спор, она мне каждый год приносит. Смотрите, какие здоровые. Вот эти, кстати, когда вот такие, они самые вкусные. Смотрите, какие у них здоровые. Кстати, я пол пакета отдала родственникам. Вот, в подарок говорю, вам нравится? Они такие. Одна сказала нет, другой сказала, да? В общем, их там человек 20 было, чтобы вы знали масштаб. И вот только ушли, представляете, они там поели в ресторане. Вот, а я работала. Вот сейчас все разошлись, я вышла, и они уже расходятся. Сейчас уберу тут немножко. Это застрижки под мартышку. Полотенца у меня там высохли уже, наверное. Не знаю, гулять, наверное, с Чарли не пойду, потому что вы видели, какой там шторм пипец какой-то. У меня машина немного далеко опаркована. Поэтому погуляет вот до машины и обратно, да? Потому что на пляже мы с тобой улетим. Вот мне журналы принесла какие-то. Ой, одна у меня просила телефон. Одна у меня клиентка просила мой телефон. Она сказала, что у нее что-то случилось с телефоном, и она потеряла мой номер. Ну, и забыла взять. Но у меня есть ее телефон. Я ей сейчас просто по WhatsApp отправлю свой номер телефона, и все. Чтобы она мне звонила и говорила, что я иду. Вот такие дела. Подарков столько набрала. Инис про Мушмалу обожаю. Молодец. Каждый год она приносит, они их выращивают и сдают на продажу. Мушмала у нее, как бы, вот они собирают всего месяц. Представляете, за год всего месяц. Потому что это сезонный фрукт, и его можно только собирать в короткий промежуток времени. В принципе, как и черешня. И вот они уже собрали, все удали. И вот эти. Ну, естественно, она мне приносит, которые не берут на продажу. Вот, допустим, вот такие вот всякие с бачками. Там, знаете, их на продажу же нужны всякие красивые. Вот, например, вот такую уже на продажу нельзя. Ну и что? Большое ей спасибо. Они еще вкуснее, кстати. Так, хватит так сам кружиться. Иди полотенце. Потому что я знаю, она мне в прошлом году приносила, такая вкусняшка была. Тут нет ветра. Вот выйдешь на улицу, уносит. Вот такой тортик. Я, знаете, не любитель украшать торты. Как-то красиво. Мне главное, чтобы он вкусный был. А красота, это уже второстепенная часть. Я сейчас хочу еще растопить вот эту вот сверху, чтобы полить. Шоколадная фигня. Вот тут написано 1 минута 360 ватим. Ну, вот как узнать 360 ватим? У меня нет, не написано на микроволновке никакие ватимы, ничего. Поэтому поставлю 1 минуту. Поставлю, наверное, 40 секунд. Потому что... Все время пишут в микроволновку там 30. Там столько-то ватим. Я не видела ни одну микроволновку, чтобы были какие-то ватимы. Вы видели, чтобы у вас были какие-то ватимы? Я у меня сколько микроволнов было, не было никаких ватим. А еще мне племянница... Ой, блядь, что это там такое? Взрывы какие-то уже. А это чаша. Чаша соскочила с своей оси. Вот привезла, смотрите, мне вот такой вот деревянный магнитик на Тенерифе. Видите, написано. Какие-то камушки. Вот у меня теперь 4 магнитика. Москва, Тамбов. Москва, Тамбов. И вот притягиваю деньги. И вот у меня. У меня еще парочку было, только не знаю. А, вот тут еще какой-то есть. В общем, будем смотреть, что у меня тут получилось. Еще твердое. Так что поставим еще минуту. Должно жидкое быть, да? Он уж поливаться должно быть, я так думаю. Будем ждать. Теперь он жидкий. Вот, видите? Сейчас посмотрим, что у меня там получится. Если долго он не учится. Так, написано. Срезаем уголок. Я целый уголище срезала. И... Так, а где шоколадный? А, вот. Вот, смотрите. О-о-о-о. О-ля-ля. Как бы у меня крем не потек, знаете. А то он горячий. Вернее, он 100% потечет. Но я сейчас быстренько в холодильник положу. О, все стекает. В общем, хватит. Все стекает. А, там две части. В общем, быстро в холодильник убираю. Вроде ничего так получился. Завтра я все соберу и сюда прилеплю. Там, вот, видите, как бы два кармана. В одном белый шоколад, в другом молочный. Кстати, неплохая штука. Неплохая. Очень даже хорошо получается. Все дела переделала. Осталось только красоту снять. Ну, душ сходить, в общем. И хотела бы с вами рассказать. Завтра мы встречаемся опять с девчонками. Не со всеми, потому что не получается со всеми. Но со многими, да. Вот. И хотела рассказать вам, как и где я с ними познакомилась. Вот. Мне кажется, это актуально будет рассказать именно сегодня. Так как мы завтра с ними встречаемся. Встречаемся мы у Оли на даче. Она будет готовить, но она, ее муж будет готовить, козленка. Там, в специальном соусе. В общем, испанский рецепт. Я козленку не очень люблю, если так честно сказать. В принципе, как и баранину. Не знаю. Мне кажется, это мясо специфическое какое-то. В общем, на любителя. Ну, ничего. Так как мы веземся вместе много еды. Найду что-нибудь. И что покушать, скажем так. Вот. И что еще хотела сказать. Ну, к основной теме перейдем. В общем, где и с кем. Когда я с ними познакомилась. Со всем девчонками я их знаю уже. У меня новых подруг нет. У меня вообще подруг очень мало. Чтобы сказать, такая подруга-подруга. У меня, наверное, их меньше пяти человек. Это сто процентов. В общем, не буду говорить, сколько. Но две из них живут в России. С одной мы знакомы с пеленок. Ну, практически с детского сада. А со второй подругой мы познакомились, когда я работала уже в Москве. Ну, в ближайшем Подмосковье. Но это они там. А мы поговорим о тех, которые здесь и сегодня. Первым с кем. Нет, даже не с первым. Начнем с Тани. Таня. Ну, вы ее знаете. У нее двое детей. Муж все дела. Моя заводилочка. Муж футбол смотрит. В общем, с ней я знакома. Где-то лет 12, наверное. 10-12 точно. Познакомились мы с ней. Как она мне рассказывает. Потому что я нифига не помню. В автобусе. У меня в то время муж сильно болел. И лежал в больнице. И я к нему. В больнице здесь смотрели. А я жила в Альму-Некоре. И я к нему каждое утро ездила на автобусе в больницу. Но это отдельная тема. И не будем о ней говорить. В общем. Ты что, с шнуром играешь, да? Ты с шнуром играешь? И вот она. Я не помню, если честно. Я, наверное, в таком коматозе была. Потому что это были трудные времена. Нелегкие. Я не помню. Но она мне рассказывала, что я ехала в автобусе. Она в то время тоже работала здесь в Матриле. И так мы с ней познакомились. И потом. Она же делает очень много разных праздников у себя дома. Такая заводила. Любит повеселиться. Сейчас меньше, потому что дети взрослеют. Нужно их возить на всякие кружки. Им времени мало. Раньше мы часто очень встречались. Компания у нас была, наверное, в два раза больше. Но, естественно, со временем люди отсеиваются по интересам, по неинтересам. В общем, отсеиваются. Остаются только самые надежные и самые лучшие. Так вот. И у нее... С кем я познакомилась-то, Господи? Оля, с которой мы завтра пойдем. А, у нее я познакомилась с ее дальней родственницей, Светой. Вот она тоже. Ну, мы с ней как бы... Да, с ней там познакомились, мне кажется. С Олей мы познакомились раньше. У нас была общезнакомая одна. Вот она, ее подруга, моя подруга. И вот мы встретились так вместе с ней. И... Но, как бы, отношений никаких не было. Так, привет-привет, пока-пока. А потом оказалось, что она подруга хорошей Светы. И тоже на празднике у Тани мы начали встречаться чаще. И оттуда вот мы. Тоже все. Это так давно было, поэтому я сижу и туплю. Потому что это... У меня подруга у нее со вчерашнего дня. Месяц назад. Чарли! Вот. И... Поэтому я уже не помню, что, почем и как. И вот там уже с Олей тоже. Мы уже так конкретно познакомились. Начали дружить. Осталась у нас Гуля. С Гулей мы знакомы. Тоже сто лет. Наверное, все, что время здесь я нахожусь, мы с ней и знакомы. Ее муж и мой муж были хорошими друзьями. Почему были? У Гули муж умер два года назад. Царство ему небесное. От болезни. И поэтому они были лучшими друзьями. И вот через них я познакомилась с Гулей. Зарина. Это ее сестра. Через Гулю, естественно, мы познакомились с Зариной. Это ее сестра. И кто у нас еще в компании остается? Была еще подруга. Было, знаете как... Ну нет, таких, чтобы подруг у меня больше не было и не надо. Мне много подруг не надо. Вы знаете, я вообще человек очень скрытный. Я никогда душу никому не раскрою, чтобы потом в нее не наплевали. Вот. Потому что люди все разные. Завистливые, независтливые. Поэтому, чтобы там... Знаете, кто моя подруга? Мой муж. И то, знаете почему? Потому что у него в одно ухо летело, в другое вылетело. Мне кажется, так у всех мужчин. Ему что расскажешь? Вроде бы как ты высказалась. И тебя вроде бы как выслушали. Но тем не менее, вреда тебе никто не принесет. Потому что в голове это ни у кого не останется. Ну, я сам себе психолог, сам себе психиатр. Я сама себя лечу. От всяких депрессий, от всяких негодований. Поэтому мне подруги для того, чтобы с ними выпить рюмочку и поговорить о жизни, мне такие подруги не нужны. Потому что, вы знаете, как бы это ни звучало, но я никому не доверяю. Да, я только моему Лапе, моему Чарли доверяю. Потому что он никому не рассказывает. Да, моя рыба не рассказывает никому. Вот. Но вот есть такие хорошие подружки, с кем можно собраться, поговорить о том, о сём. Обсудить ту же самую жизнь. Не лезя никому в душу. Без всяких советов. Нет, ну, конечно, бывают советы. И как мы советуемся. У нас и группа есть. Из которой периодически кто-то выходит, кто-то заходит. И всё такое. Вот, ссоримся. А как без этого? Спорим. Конечно же, не поспоришь. Как говорится, не подружишь. Вот. Ну, все люди взрослые. И вот со временем остались мы. Вот. Нас горсточка. Нет, Оля там есть ещё под свои подруги. Мы их тоже всех знаем. Тоже они у неё собираются. Аня вот у неё очень хорошая подруга. Ну, она тоже, можно сказать, и нам подруга ей тоже. Вот. Тоже хорошая девочка. Ну, девочка. Все мои женщины уже. Все, кстати, подруги у меня старше меня. Мне вообще, мне нравится... Не нравится? Ну, да. Люди, которые старше меня. Ну, или моего возраста. Мне кажется, мы самые умные. Самые зрелые. Вот. Вот так вот. И всё. А кто ещё больше подруг? Вика. Вика у меня есть подруга. С ней мы тоже... Это жена друга моего мужа. А вот с ней тоже мы как бы дружим. Ну, так как она не знает никого из... Ну, как знает, но не дружит и с той компанией. В общем, мы... Никто её не зовёт, естественно, тому, что у неё своя компания, скажем так. Вот. Ну, если куда-то съездить, там, на шопинг или ещё куда-то, то мы с ними встречаемся, пивка попить. Ну, тоже опять она работает сейчас и занята. В общем, все заняты, у всех работа. И встретиться каждый раз становится всё труднее и труднее и труднее. Ну, ничего. Дети вырастут. Мы будем на пенсию, выйдем на пенсию и будем ездить по... По разным этим... Как-то путешествовать, как вот здесь делают все пенсионеры. Будем брать всякие путешествия. И три раза в год будем ездить в разные города. Старушками до этого, конечно, надо дожить. Ну, а кто сказал, что не доживём? Конечно же, доживём. Вот так вот. Вот так вот я познакомилась. Короче, со всеми познакомилась почти через Таню. Даже не познакомилась, а сдружились, скажем так. Потому что она, говорю, всех собирает, всех зовёт. Наш, как это называть? Не знаю, голове крутит слово, но не могу назвать. Ну, в общем, вот так вот. Немного вам ещё рассказала о себе и моих подружках. А сейчас что я пойду делать? Я же себе чай заварила, небось остыл весь. Пойду чай пить. Вот чем я буду заниматься вечером. Так что, дорогие друзья, встретимся с вами завтра. Обсудим победившуюсь. Надеюсь, что это будет Россия, естественно. Но как иначе, я могу думать. Всё. Всего вам наилучшего. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok